Аллилуйя! Мир тебе, Церковь! Мир Божий! И не важно, что снаружи, очень важно, что внутри твоего сердца. Можете со мной сказать одну потрясающую вещь? Так говорит Слово Божие. Жизнь человека не зависит от имения его. Можете это повторить? Жизнь человека не зависит от имения его. Не важно, что я сегодня позавтракал, да, плось получила. Можете еще что-то сказать? Все необходимое для жизни и для благочестия нам даровано Богом. Можете сказать это? Не будет даровано ни потом. Бог уже позаботился, чтобы у нас для того, чтобы полноценно жить и быть способными творить, Бог уже дал. Вы знаете, что такое благочестие? Для благочестия. Я всегда думал это быть таким крутым, новоросенным, красивым, правильным, с красивой фотографией. Бог говорит, глупец. Глупец. Потому что ты не понял, что есть настоящее благочестие, а есть ложное, пустое. Так вот, настоящее благочестие, это заботиться о не себе, а о других. Когда ты способен быть самарянином, не просто христианином, когда ты живешь как самарянин, который способен замечать, идти, помогать. Расти во Христе обязательно. Но когда ты живешь для Бога, когда Господь говорит, посмотрите, смотрите, ребята, я был голоден, вы накормили меня. Это что, нормально? Как это? Когда мы тебя накормили? Я был в тюрьме, вы меня посетили. Слава Богу, за братьев, которые в тюрьму ходят, служат. Я был нак, вы меня одели. Он что, нормальный? Нет? Когда мы тебя на гимн видели, когда мы тебя видели, когда мы накормили, это ты все для нас делаешь. Но он им открывает потрясающую вещь вместе с глазами. Говорит, ребята, когда вы это делаете вот всем малым, тем, которых ты не знаешь. Я же вас тоже раньше не знал, Господь говорит, правда? И мы его не знали. Он говорит, но я же к тебе подошел не потому, что ты мой родственник, а потому, что ты мое дитя. Можешь представить? Ты мое дитя. Каждому из нас Бог дал жизнь. Верите? Я думал, раньше папа и мама. Нет. Бог дал жизнь. Слава Богу. Я Бога благодарю просто за все. Я могу с вами помолиться? Можно? Дорогой Господь, по милости Твоей мы сегодня находимся здесь. По милости Твоей, Господь, мы сегодня дышим. По милости Твоей, Господь, мы сегодня не голодны, Господь. По милости Твоей, Господь, мы имеем потрясающий потенциал, чтобы творить Твои дела. Поэтому мы просим Тебя, Господь, даруй нам мудрости правильно употреблять все то, что Ты дал нам. Ты дал нам глаза, Господь, не для того, чтобы жадно цапать то, что на витринах, а для того, чтобы замечать то, что нуждается в Тебе, Господь. Ты дал нам сердца чувствования, чтобы мы чувствовали, а не ходили сухарями пустыми, Господь. Чтобы те, которые сегодня в Каракумах, Господь, они жили в Твоем азисе, Господь. Аллилуйя. Чтобы те, которые не познали и не вкусили Тебя через нас, благодаря нашей жизни, Господь, увидели Твой свет, пришли к Тебе и были спасены. Вот для чего мы приходим сюда, Господь. Не для того, чтобы просто умнеть, не для того, чтобы стать фарисеями и заслужить одну звездочку, Господь, или звание. Нет, Господь. Мы здесь для того, чтобы возрастать в Тебе. Мы здесь для того, чтобы слушать Тебя, Господь. Слышать Тебя и служить Тебе. Благослови каждую душу, которая здесь, Господь. Я не знаю, в чем они нуждаются. Ты знаешь, Господь. Ты знаешь, с чем они ложатся и встают. Прошу Тебя. Сделай их способными творить Твою волю в их жизни, Господь. Тебе за все слава. Хвала, благодарение. Аллилуйя. Садитесь, пожалуйста. Я не знаю, какие намерения вы имеете о Боге. Но точно знаю, стопроцентно точно знаю, что Бог имеет о вас самые лучшие намерения. Если мы по человеческой своей нелепости, недальновидности, по глупости, мы кого-то не замечаем. Послушайте, Бог все замечает. Бог замечает ребенка, которого мы не поняли. Бог понимает стариков. Бог всех понимает. И Он хочет к нам прийти. Вопрос, хотим ли мы к Нему прийти. И счастье в жизни – это тогда, не когда ты просто знаешь о Христе. Счастье тогда, когда Он живет в твоем доме. Счастье тогда, когда ты с Ним живешь. Вы – белорусы. Я понимаю, почему для вас дорога эта земля. Вы родились здесь, это ваш дом. Но для меня – это страна. Особенно из всех остальных других она особенно дорога. Я не родился в Белоруссии. Я родился на севере. В Иркуте. Там родители были сосланы. Это другая история. Но я благодарю Бога за Белоруссию, потому что через эту страну Бог мне показывал живое Евангелие. Настоящее живое Евангелие. Белоруссия для меня – это страна, которая формировала мое христианское мировоззрение. Вот через эту страну, через людей, которые здесь живут. Я хочу сказать – дети, алло! Дети! Вы сегодня здесь? Дети, ну встаньте, ну пожалуйста, дети! Вы – благословение для этой церкви. Вы – дар Божий. Понимаете это? Не унывайте никогда, радуйтесь. Мамы, сестры, дорогие, я вас очень сильно благодарю. Честное слово. Потому что вы раньше мужей встаете, вы бежите на кухню, вы готовите. Вы заботитесь, поэтому ваши дети мужей, вы сегодня сыты. Вот поэтому. Потому что вы иногда к стыду нашему мужчин, вы встаете раньше нас и молитесь за нас. Папы, мужья, отцы. Спасибо вам, огромное спасибо. Человеческое большое спасибо. Вы приходите на работу, вы зарабатываете деньги, и вы содержите свою семью. Вот через это все, когда мы живем друг другом, заботимся, вот где проявляется Господь. Мы думаем, Он придет, Он за нас сидит. Он не будет за нас ничего делать. Он нам дал руки, ноги, глаза, чувствование. Все дал. Все необходимое для жизни благочестия. Богом нам что? Дано. Аминь. Аминь. Для меня Беларусь, вот то, что формирует меня, для меня Беларусь – это Брестская крепость. Это потрясающий пример стойкости и мужества. Вы же воины Христовы. Я когда взираю, всегда вспоминаю потрясающий пример. Вот это мужество. Вот это да. Вот это сила. Для меня всегда Беларусь – это потрясающий трудолюбивый народ. Я в Латвии прожил очень много лет, у нас очень много белорусов, там приезжали. Я поражался, ребята, они не жадные до работы. Они не жадные до денег. Они удивительно трудолюбивые. А трудолюбивый человек никогда не будет просить хлеба. Знаете это? Потому что к таким благоволит Господь. Это потрясающая страна, потому что здесь так много людей, которые любят Бога и которые несут свет. И мои первые христианские дни… Я не знаю, для кого-то у вас знакома фамилия Николай Шевчук. Может быть, кто-то только слышал, может быть, кто-то знает. Но для меня это потрясающее Божие благословение, потому что через этого человека я… Я был младенцем, вкусил удивительные вещи. А он сумел заметить пацана, который просто пел под гитару. И когда шведы приезжали… Шведы для того, чтобы помогать нам встретиться с Богом. Они привозили очень много помощи, гуманитарной. И когда они приехали к нам в церковь, а это было в Латвии, церковь «Слово истины», они говорят, послушай, мы можем проповедовать, мы можем вот это все раздавать, мы можем благословлять, просто помогать, но мы не поем, у вас есть кто-то, кто поет? И пастор говорит, он пишет песни, он пьет из гитары. Послушай, мы планируем ехать на неделю в Белоруссию, ты можешь с нами поехать? Как вам сказать, я хочу, но не могу? Пастор, как это? Хочу, но не могу. Говорит, что-то мешает? Я говорю, да. Мешает. Кто-то или что-то? Я говорю, что-то. Я не могу ехать. Почему ты не можешь ехать? Ну, пастор, во-первых, у меня нет, мне на чем играть, у меня нет гитары даже. Я бы хотел поехать, но у меня нет гитары. Второе, у меня штаны есть, у меня даже костюма нет, потому что я простой работяга, и все. Я работаю на заводителя, спортивные штаны, кеды, я пошел. Мне стыдно, мне не в чем ехать. Мне как-то стыдно. Ну, а третье, ну, как всегда, у всех причина, у меня же работа. А если Бог решит все твои три причины? Я говорю, тогда, конечно, поеду, что я, я же хочу, но не могу. На следующий день, на следующий день, ко мне приезжает пастор, дьякон, несколько братьев-шведов, позвонили, я открываю дверь. Можно? Конечно, проходите. Мне приносят новую 12-струнную гитару, новую. В целлофановом пакете пять новых костюмов. Я вам честно говорю, в таких даже я не видел министров, в таких костюмах. Не знаю, где они взяли, шведы, может, с неба упали. Пять костюмов, мерей. Через пять минут. Обалденно. Ну, теперь, костюм у тебя есть, гитара есть, что-то мешает ехать? Я говорю, третий вопрос, надо на работе решить. Я очень сильно хотел, поверьте, а началось время безработицы, когда каждый за работу хватается, дерутся. Я иду на работу и молюсь, Господи, сделай так, чтобы у меня была неделя. Хоть за свой счет, ну, как-нибудь сделай. Я прихожу на работу, мы работали гипщиками, обычный вагоностроительный завод, грязный цех. Вот я прихожу на работу, смотрю, мастер озадаченный, какой-то начальник цеха, такой угрюмый, проблема на проблеме. Ну, чего они такие, чего они радуются? Ну, конечно, у них Христа нет, у нас есть мы, мы веселые, мы живые. Подходит мастер, говорит, ребята, у вас три гипщика, а у меня проблема. Кто поможет решить? Я такой, стой, Саш, подожди, у тебя проблема, наверное, у такого плана. У тебя три гипщика, но работают только на двоих, да? Да. И тебе одного надо на неделю освободить. Да. Я говорю, слушай, пусть этой жертвой буду я. Ты представляешь, какой камень ты с меня снял. Все, двоих я работу обеспечу, троих не могу. Я думал взять за свой счет. Он говорит, нет, слушай, мы тебе еще, знаешь, мы тебе чуть-чуть оплачивать даже будем. Я не работаю, а мне еще будут оплачивать. Нормально, да? Нормально? Потрясающе. Супер. Я не работаю? Да, а на мой счет еще тикают денежки. Небольшие, но тикают зато. Классно. И вот неделя, неделя, которую я со шведами провел, почему я вспомнил Белоруссию? Вы когда-нибудь видели, чтобы за один день рождалась церковь? Вы когда-нибудь видели, чтобы в один день рождалась страна? Израиль в один день был рожден, как страна. Одно служение просто. Это Шарковщина. Это Белоруссия, Шарковщина. Это то место, куда я приехал со шведами. Твое дело, просто пой, а мы проповедуем. Все договорились, будет дом культуры, все красиво, все как у людей, культурно. Но почему-то в последний момент власть говорит, слушайте, идите, ребята, лесом. Не дадим вам дом культуры. Где хотите, там собирайтесь, хотите в парке, хотите в лесу. Вы нам не друзья. Мы люди простые, нам где разрешите, там и сделаем. Нашли какой-то парк с дубовыми скамейками, и всю ночь, все утро шел ливень. Ливень. Мокрое все насквозь. Но если тряпка на солнце быстро может высохнуть, то бревно дубовое, извините, быстро не высохнет. И вот первые чудеса, которые я видел в жизни, Бог начал показывать. Дождь. Надо служение начинать. Ливень стеной. А мы в автобусе сидим, встали на колени, шведы вместе с нами. Мы начали молиться. 15 минут молитвы, смотри, что сделали. 15 минут молитвы. В этом районе, вот где, вот этот парк, небо открылось, там везде закрыто, там везде льет тождь. Вокруг льет дождь. На этом месте вышло солнце. Я не знаю, как. Но через 10 минут вот эти дубовые скамейки были сухие. Я не знаю, как это Бог сделал. Три дня подряд повторялось одно и то же. Дождь. Мы приходим, молитва, Бог убирает дождь и дает возможность людям слышать Слово Божие. И вот всего одно служение, и пастор говорит, кто хочет читать свое сердце Богу? Для меня это слезы вот так текли бы. 500 человек, 500 рук. Вот тебе целая церковь. В один день рождается церковь. Пастор говорит, что, тогда мы вам оставим помощника. Все, церковь родилась. Здорово, как вы думаете? Это потрясающе. Это удивительно здорово. Всегда жизнь, это будет параллель. Можешь служить, можешь не служить. Можешь радоваться, можешь не радоваться. Твое тело, как и твои глаза, никогда не скажет, хватит. У тела нет причины хвалить Бога. Оно всегда недовольно. Не доспал, не доел, не додали. У кого 10 тысяч причин славить Бога? У души. Проснулся, славь Бога, потому что у твоей души 10 тысяч причин всегда славить Бога. Аминь. Всегда славьте Бога. Для меня, как для христианина, есть три вечных, потрясающих маяка, на которые всегда стараюсь взирать. Первый маяк – это Иисус Христос. Он никогда не потухнет. и в любую непогоду ты всегда сможешь его видеть. Всегда его свет будет сиять в твоей жизни. Второй маяк – это Иосиф. Это для меня потрясающий пример успеха в жизни человека. Просто исследуйте его жизнь, перечитывайте, исследуйте его жизнь, посмотрите, через что проходил, как себя вел, почему он так относился. И какая награда. Вот он, успех. И если я хочу побеждать в жизни, у меня есть третий маяк. Самый простой был пацаном, как когда-то я. Ходил, как шалопай, в глазах людей. Но в глазах Бога огонь – это Давид. И простой мальчишка, простой пастух однажды стал царем. Аминь. И четвертый для меня – это потрясающий. Это источник мудрости, хороший. Это его сын. Это порш Давида. Соломон говорит, Господи, двух вещей прошу у Тебя. Всего только две вещи. Ни деньги, ни барахло, ни еда, нет. От двух вещей избавь меня от нищеты, чтобы я, обнищав, не стал красть, потому что нищета всегда приводит к преступлению в кельме. И вторая крайность, Господи, чтобы я, присытившись, когда все будет хорошо, когда ты наполнишь мою жизнь, не забыл Тебя. вот этого всегда берегитесь. Всегда берегитесь. Пусть всегда Господь царствует в вашей жизни. Аминь. Это то, что я хотел, чем хотел поделиться от Господа. И есть то, что мне дал Господь, и то, чем я хочу с вами делиться, это творчеством. Хочу делиться стихами, хочу делиться песнями. это то, что Бог положил на мое сердце, потому что многократно, многократно видел, что слова, слова, они работают иногда куда сильнее и больше сил имеют, чем любая атомная бомба. Словом, Бог творил землю. Помните? Словом, Бог творил чудеса. Когда мы служим проповедь, это слово. Но когда вы читаете стихи, это тоже слово. Когда вы слушаете песни, это тоже слово. Никогда не пойте то, что приводит в уныние, пойте то, что ободряет.